«Хорошо, брат, подержи это, пожалуйста. Позволь мне показать тебе». «Что ты хочешь показать ему?» «Тётушка, я хочу показать ему». «Что ты хочешь показать?» «Я хочу показать ему». Он сказал, «Покажи мне, где израильский солдат убивает детей в Палестине». «Кто это говорит?» «Это четвёртый канал, британский канал». «У меня есть видео, на котором арабы убили моих друзей». «Конечно, у них ведь должно быть право защищаться». «Конечно, я не буду отрицать, что они имеют право убить тебя для самозащиты». «Я не буду отрицать этого». «Но это вы вторглись в мою страну». «Я приведу тебе пример». «Представь, я пришёл к тебе домой». «Подожди, подожди. Дай мне привести пример». «Представь, что я прихожу в твой дом». «Хорошо?» «Я говорю тебе, смотри, Ори, этот дом, в котором ты живёшь, либо ты делишь его со мной, либо ты террорист». «Ты думаешь, это справедливо, тётя?» «Это не так». «Нет, тётя, это так и есть». «Израиль — это иудейское государство». «Где был Израиль?» «Израиль — это иудейское государство». «Покажи мне Израиль на карте 1840 года». «Покажи мне». «А где была Палестина?» «Конечно, Палестина была на месте». «О Палестине говорится даже в Библии». «Палестина даже есть в Библии». «Смотри, тётя, послушай». «Ты знаешь, о Палестине говорится даже в Библии, даже в вашей Торе.» «Палестина — это очень маленькая часть Израиля». «Нет, нет, это была страна до оккупации Израиля». «Нет, Израиль, еврейский народ был ещё две тысячи лет назад. И они ушли оттуда, потому что римляне преследовали их». «Верно, там жили хананянцы». «Это наша земля, Иерусалим — это наша столица». «И Мухаммад был в Мекке и Медине, но Иерусалим не для арабов». «Хорошо, тётя. Могу я сейчас сказать? Могу я сейчас говорить? Тётя, говоря исторически, это известный факт, что в 1948 году британцы подарили вам Палестину, так называемому еврейскому народу». «Да, это они дали». «Нет, нет». «Да, конечно, это известно». «Известно, что в 1948 году состоялось голосование в Генеральной Ассамблее ООН. Декларация Бальфура. Она была отдана вам». «Это известно. До этого не было страны под названием Израиль. Была только Палестина. Ты можешь жить там, да. Но позволь мне закончить. Тётя, позволь мне закончить. Ты можешь остаться в Палестине, но ты не можешь приходить и оккупировать Палестину. Палестина является мусульманской стороной и принадлежит мусульманам». «Нет, нет». «Иерусалим не принадлежит вам». «Потому что в Библии Бог много раз проклинал еврейский народ». «Да, в Торе Бог проклял тебя». «Нет, Он не проклинал. Может, в вашей Торе?» «Нет, в твоей Торе. Я покажу тебе. Здесь». «Нам не нужно». «Почему ты не хочешь, чтобы я показал тебе?» «Я знаю об этом». «Она знает это». «Я знаю об этом». «Но они не знают этого, тётя». «Это твои внуки?» «Твои внуки?» «Да». «Позволь мне сказать тебе одну вещь». «Но можешь ли ты сказать им, что это есть в Библии и Торе?» «Я очень хорошо знаю Тору в своём сердце». «Но погоди, подожди минутку». «Подожди минутку. Подожди минутку. Подожди минутку». «Извини, брат, можешь подержать мой кофе?» «Когда США предложили арабским государствам разделить Израиль между арабами и израильтянами, арабы не приняли этого и начали войну против Израиля. Израиль победил в этой войне». «Это неправда. Египтяне победили вас в 1970 году». «В любом случае, вас можно назвать детьми Америки». «Потому что, если бы Америки не существовало, вас бы тоже не существовало». «Нет, нет. Вы должны молиться Америке и забыть про своего бога. Ведь вы появились благодаря Америке. Ваш бог — это Америка, а не бог Авраама». «Я уважаю тебя, тётя. Но я скажу тебе одну вещь. Есть ортодоксальные иудеи, которые живут здесь, которые говорят, что у вас нет права на Палестину. Это ортодоксальные иудеи. Как их называют? Харадиты. Харадиты говорят, что у тебя нет права на Палестину. Да, вроде бы харадиты. Они говорят, что у вас нет прав. Даже сами евреи против вас. Мне показать вам? Мне показать вам, как евреи протестуют против вас? Я покажу вам. Я не понимаю, что ты говоришь. Ты не понимаешь ни английского, ни французского, ни арабского, ни китайского. На каком языке ты говоришь? На иврите. Никто не знает иврит, кроме вас. Никто не знает иврит. Я покажу, я покажу. Здесь. Евреи против Израиля. Я знаю, что евреи ненавидят арабов. Вот. Вот, смотри. Не толкай. Да, перестань давить на него. Евреи против Израиля. Еврейский народ против образования Израиль. Это не только мы. Даже еврейский народ, они говорят, что нет такой страны, как Израиль. Им было запрещено. Знаешь, как переводится такфир в исламе? Нет, они делают такфир на тебя, а не ты на них. Нет, нет. Послушай, послушай, что... Этот айди Палестины даже старше, чем Израиль. Смотрите, его айди даже старше, чем образование Израиль. Возраст нашей страны 3000 лет. Пощекочи меня еще больше. Я хочу сегодня насмеяться. Бану Исраиль есть в Коране. Бану Исраиль – это племя, не страна. Королевство Израиль. Нет, нет, это племя. У нее была страна? Они взяли часть Палестины. Взяли от кого? А до этого? Нет, нет, до этого этого не было. А кто управлял? Подожди, подожди. Хорошо. Давай поймем одну вещь. Кем был Израиль? Прости? Кем был Израиль? Это Яков. Верно, Яков. До появления Якова, как называлась эта страна? Ханаан. Кем были эти хананьянцы? Они мертвы. Они убили их. Хананеи или хананьянцы и эмалекотяне были арабами. Нет, нет. Хананьянцы и эмалекотяне были арабами. Но они были язычниками. Конечно, без сомнения, из них были язычники. То есть, палестинцы были язычниками, не мусульманами? Сначала дослушай, мы не говорим о сегодняшнем времени. Ты переводишь тему. Я знаю тебя очень хорошо. Я знаю ваши трюки. Но я не встречал тебя до этого. Аллах мне сообщил о тебе. Всезнающий Аллах рассказал нам о вас. Как меня зовут? Мне не нужно знать твое имя, чтобы знать твои трюки. Братья и сестры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. В любом случае, знаешь почему? Потому что мы говорили о том, что происходило до Якова. А ты говоришь о сегодняшней Палестине. До Якова эта страна называлась... Даже если ты посмотришь на греческом, римляне называли её Палестиной. Нет! Нет! Люди назвали это место? Нет! Тётя, ты слишком много говоришь «нет». Иногда полезно говорить «да». Так, хананьянцы. Хананьянцы, они были арабами. Да, было время, когда из них были язычники. Нет никаких сомнений в этом, ты понимаешь? Да. Так же, как в Библии было время, когда евреи были язычниками. Нет, никогда. Вот Тора. Я покажу тебе, я покажу тебе. Там нет этого. Подожди, подожди. Как ты определяешь арабов? Подожди, шаг за шагом. Прежде чем... Как ты определяешь арабов? Прежде чем перейти к определению арабов, позволь мне сначала показать тебе из своей же книги, где Бог назвал вас язычниками. Это другой разговор. Нет-нет, она сказала «нет». Ты должен исправить это и сказать «да, я прав». Когда... Хорошо, покажи. Я покажу тебе, где народ Израиля начал поклоняться идолам. Это не имеет смысла, потому что ты сравниваешь арабов с иудеями. Хорошо, каково определение арабов? Я скажу тебе. Арабы — это те, которые пришли по линии Салиха, мир ему. Салих жил до Авраама, мир ему. Нет проблем. Что значит «нет проблем»? Я опроверг твои утверждения. Нет-нет, потому что ты сказал... Салих жил даже до Шуайба и Ихуда мир им. Первоначальное утверждение заключалось в том, что современные палестинцы принадлежат к тому же народу, что и хананьянцы. Что неправда. Нет-нет, я никогда не говорил этого. Ты сказал мне, что так называемый Израиль существовал 3000 лет. Да. Поэтому я показываю тебе, что это неверно. Почему? Почему? Исторически говоря, даже исторически говоря, вы правили Палестиной даже меньше, чем христиане. И также мусульмане правили Палестиной больше, чем вы. Нет-нет. Ты сказал, что евреи никогда не правили Палестиной? Я не говорил «никогда». Ты сам сказал это перед камерой. Я сказал, что вы никогда не правили Палестиной больше, чем христиане и даже мусульмане. Христиане правили Палестиной больше, чем вы. Как долго они правили? Они правили примерно тысячу лет. Евреи были там почти полторы тысячи лет. Их там не было, потому что перцы захватили вас. Они поработили пророка Данила Мирьямо. Мне что, учить тебе истории? Мне что, учить тебе истории? Ты меняешь свои утверждения. Я не меняю, я показываю тебе явными доказательствами, что так называемый Израиль, страна, которой правили иудеи, они не правили ей долгое время. Они правили ей тысяча пятьсот лет. Еврейский народ правил ей недолго. До христиан пришли перцы и захватили там власть. Они правили ей тысяча пятьсот лет. Я не спрашивал тебя об этом. До прихода христиан перцы пришли и захватили там власть, верно? Да. Видишь? Ты знаешь, в чем разница между этими разными правителями земли Палестины? Они были из разных мест. Она всегда была колонией. До Израиля кто контролировал эти земли? Я ведь сказал тебе, что это были ханании, арабы. Нет-нет, я говорю до современного Израиля. До современного Израиля кто контролировал эти земли? Мусульмане. Нет-нет, я имею в виду... Что значит «нет»? Со времен Умара бин-Хаттаба мусульмане правили Палестиной. Нет-нет, кто управлял Палестиной в 1946 году? Я ведь сказал, что это были мусульмане. Это были британцы. Ты говоришь про колонизацию. Нет-нет, кто управлял Палестиной? Подожди. Ты не знаешь, о чём говоришь? Да, ты прав. Это были британцы. Да. Поэтому, когда британцы вторглись в эту страну, британцы пришли захватить Израиль или Палестину. Нет-нет, ответь мне. Когда британцы вторглись в эту страну, они пришли захватывать Израиль или Палестину. Нет, они называли это Южной Сирией. Ну ты и лжец. Они называли её Палестиной. Эта страна была известна как Палестина. Хорошо, нет проблем. Да слушай меня. В 1948 году или раньше? Да. Европейцы, те, кто сжигали вас, забирали ваши жизни? Да. И притесняли вас? Да. И вы пришли к нам и попросили нас помощи. Когда мы приходили к вам за помощью? Мне научить тебя истории? Мне нужно научить тебя истории. Вы относились к нам как к зиме. Подожди, подожди. Что ты знаешь о 1492 году? Испанская инквизиция. Что случилось тогда с еврейским народом? Научи их. Всех заставляли принимать христианство. А те, кто бежали от этого, куда они пошли? Да, они пошли к мусульманам. Они пошли в Турцию. Да. В Алжир, Марокко, Египет. Они жили под нашей защитой. Да, как зимми. Я не говорю тебе, что они жили как джинны. Конечно, они будут жить как зимми. Зимми значит тот, кто живет под защитой. Вы были защищены. Да, граждане должны платить джизия. Подожди, подожди. Если ты собираешься менять тему, я покажу тебе, что, согласно твоему убеждению, любой, кто не израильтянин, должен быть порабощен либо убит. Это совершенно другая дискуссия. Это ты начал говорить о джизия. Это совершенно другой разговор. Я говорил о джизии, потому что иудеи платили этот налог правительству мусульман. Подожди, подожди. Прежде чем говорить о джизии, мы говорили о том, что я сказал тебе, вы пришли к нам, и мы защитили вас, и ты сказал нет. Вы не защищали нас. Ты был разоблачен. Ты исторически разоблачен. Ты разоблачил себя. Кто-нибудь, пожалуйста, проверьте 1492 год. Да, даже до этого. Когда мусульмане пришли в Андалусию, еврейский народ и даже христиане, которые были не католиками, они жили под властью мусульман лучше, чем они жили под властью христиан. Да, они были ниже мусульман. В исламе нет такого ниже кого-то. Ты был защищен. Ассаляму алейкум, братья и шустры. Это автор канала Презивдава. Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский дават. Аллах наградит вас за это. Ассаляму алейкум. Продолжение следует... Продолжение следует...